всем привет вы на канале body money с вами иван водянов и сегодня мы запишем для канала body money необычную тренировку сейчас мы находимся в зале inferno фитнес в котором еще никто ни разу не тренировался я сейчас буду тренировать спину первый раз вы сразу не придирайтесь к тому что здесь у нас часть тренажеров еще в салфане в картонках вот я думаю это мне нисколько не помешает полноценно прокачать спину рынок спортивного питания набирает обороты и чтобы удержать позиции лидера принципиально важно производить продукт хорошего качества наш опыт профессионализм исполнения и креативный подход залог успешного существования бренда попробуй сам и ты поймешь что такое кинг протеин каждую тренировку спины вот уже несколько лет всегда всегда я начинаю с подтягиваний наверное это делает практически каждый но я вам сейчас еще открою свой секретик многие уже про него знают но после семинара виктора мартинеса где-то там сколько уже пару лет прошло он подсказал одну вещь для того чтобы было хорошо развита спина нужно очень много подтягиваться и он дал такой совет подтягиваться через день ну то есть допустим я вообще всегда тренируюсь каждый день и соответственно в день спины я подтягиваюсь и делаю еще ряд упражнений на следующий день у меня какая-то другая мышца группа мышц и на на третий день у меня какая-то третья группа мышц но вот как раз в тот день я опять начинаю свою тренировку с подтягивать подтянулся там пять подходов по максимальному количеству повторений и делаю другую группу мышц и вот так вот у меня подтягивания идут через день всегда я хочу вам сказать что это работает мне это помогло ну все я буду подтягиваться подтягивания широким хватом они наверное самые распространенные но иногда я свои тренировки выстраиваю таким планом значит я делаю несколько разных видов подтягиваний то есть я нагрузку на широчайшие не распределяю на тренажер до под разными углами а стараясь именно в подтягиваниях охватить все все широчайшие поработать именно подтягиваниями на разных углах разных там отклонениях и используя разные хваты то есть иногда вот у меня бывает тренировка которая процентов до 50 состоит из-за них подтягиваний вот следующим упражнением у меня будет подтягиванием узким хватом но они будут немножко необычные я буду подтягиваться узко параллельным хватом и еще как бы акцентировать нагрузку на низ широчайших как это я делаю я таз как бы подаю чуть-чуть вперед то есть имитируя тягу обратным хватом которая у нас и очень хорошо прорабатывает низ спины сейчас я вам это покажу еще один вид подтягивание которое вам сегодня покажу ну здесь мы тоже используем параллельный хват но он более узкий за счет того что мы используем рукоять для горизонтального для горизонтальной тяги я вот приспосабливаю ее куда-нибудь повыше беру за нее и таким вот способом подтягиваюсь здесь я уже таз не буду поднимать потому что уже немножко другие мышцы хочу задействовать значит какие особенности в подтягиваниях хотелось бы пометить значит иногда подтягивания я делаю в укороченной амплитуде ну так скажем для того чтобы больше почувствовать накачки больше запампить широчайшие делаю короткую амплитуду может быть чуть более быстром темпе также такие памповые вот подтягивания я иногда чередую с полной амплитудой максимально полный подконтрольно полностью растягиваем мышцы при опускании вниз и также максимально сокращение вверх и еще также могу использовать в подтягиваниях отягощение для того чтобы поработать так скажем на силу вот вот как бы три таких момента и я считаю что неправильно когда люди делают замечания что вот человек неправильно подтягивается у нее короткая амплитуда у него там допустим не дотягивается не до растягивается я считаю что у вас профессиональной точки зрения это неправильно если человек понимает то что он делает и у него есть намерение допустим использовать определенную амплитуду в подтягивании и он понимает для чего это нужно то это техника является всегда правильный неправильной техники наверное не бывает неправильная техника это та которая ведет к травмам на подтягиваниях ну я не трудно представить себе как можно травмироваться если только делать какие-то нам сумасшедшие рывки которые нормально человек явно не будет делать так ну на сегодня с подтягиваниями я закончу уже так сказать на 50 процентов от тренировался сейчас пойду сделаю акцент еще одно упражнение на ну так скажем с верхнего блока сделал это будет пловер как раз я очень ждал этого тренажера и вот как раз у меня в зале он присутствует сейчас я вам покажу это тренажер его называют тренажер дориан ятса классный тренажер очень давно на нем не тренировался я его я его уже видел не помню где-то давно несколько лет назад вот ну и я еще видел похожие движения вот у фильмах в которых я там дориан я своих тренируется вот там я видел такую амплитуду мне очень хотелось и теперь он у меня есть продолжу тренировочку я на рычажной тяге поделаю немножечко на толщину вот с упором в грудь последним упражнением наверно не самым кровенаполняющим ну я небольшой вес поставлю и также на 15 повторений поделаю т тягу и закончена сегодня тренировку получилась такая сугубо базовая тренировка мы практически не использовали тренажеры не тяги не горизонтальные не фронтальные но опять же это потому что сегодня я тренируюсь впервые в этом зале и опробовала тренажеры для зрителей бодимания так как мой канал сейчас заглох ну это связано с многими причинами и для я знаю что наверное практически все мои зрители все смотрят канал бодимания и вот благодаря этому каналу хочу сказать почему в принципе заглох мой канал это мало того что это строительство фитнес-клуба также на самом деле ситуация с моей женой пока что на самом деле не стабилизирована явных улучшений как бы не печально было нет сейчас мы не ведем сбор денег потому что самые дорогие так скажем лечение которые были необходимы они уже проведены и на данный момент у натальи после обучения обнаружены метастазы в легких и в печени сейчас ей назначили самую сильную химию насколько я знаю которая только существует один курс химии она прошла в израиле эта химия проходит в стационаре естественно там космические деньги это все стоит и дальнейшие курсы химии мы выкупили и будем производить в москве для того чтобы она хоть как-то финансово вытянуть эти эти лекарства потому что они тоже стоят очень дорого вот в принципе нашли в москве уже и точнее не знаю какая-то клиника там где наталья будет несколько дней под капельницами делать следующие курсы химии поэтому в принципе все кто помогал все кто следит за ситуацией с моей женой к сожалению не могу сказать ничего хорошего на данный момент мы боремся мы будем бороться до конца вот и я со своей стороны ну стараюсь как-то все сделать для того чтобы эту ситуацию как-то разрулить но на все воля божья и иногда знаете финансы можно вкладывать сколько угодно но вы знаете как вот в данной ситуации как будто идет все на то чтобы не было улучшений очень печально сколько мы боремся но и к сожалению пока вот пока ситуация такая всем зрителям спасибо за то что смотрели данный ролик тренировочку ну и всем огромное спасибо кто поддерживает меня кто верит и кто не поддается слухам которые очень массивно сейчас распространяются вокруг моей персоны поэтому я знаю что добрых и хороших людей намного больше чем тех кто гадит вот и каждый получит по заслугам всем спасибо с вами был Иван Вадянов